Возможно, решение для Российской Федерации это вовсе не высокие технологии, не искусственный интеллект. Возможно, решением является шарф и табакерка. Максимально низкие технологии, если мы сравниваем с искусственным интеллектом, но, вероятно, весьма эффективно. Искусственный интеллект зависает, когда попадает в Россию. Он теряется. Российская оппозиция поставила цель уничтожить нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина до Нового года. А после него на 100 дней кресло займет председатель правительства России Михаил Мишустин. Давайте в этом разберемся и присоединим к нашему эфиру Вячеслава Мальцева, российского политика, председателя Всенародного комитета по борьбе с Путиным. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Вячеслав Вячеславович, приветствуем. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, рады вас приветствовать. Только что процитировали ваши слова по поводу Мишустина и цель оппозиции уничтожить Путина. Давайте с этого места поподробнее для наших зрителей. Ну, цель оппозиции – болтать до бесконечности. Это цель сопротивления – уничтожить Путина. Оппозиция по-латыни – возражаю. У нас нет никаких возражений относительно Путина. У нас есть громадное желание его уничтожить вместе с его режимом. То, что после Путина будет Мишустина – это их конституция, так скажем, записала и требует. Но так это будет или нет, может быть, нам удастся Путина вместе с Мишустиным уничтожить. Было бы неплохо, поскольку мы никого. Если вы думаете, что для нас один гад Путин, а остальные как бы удобоваримы, вы заблуждаетесь. Мы бы с удовольствием накол рассадили и Путина, и Мишустина, и Володина, и Валю Матвиенко, и прокурора Краснова. И, в общем, всех-всех-всех тех, кто уничтожал Россию, а сейчас пытается уничтожить Украину. Кто уничтожал народ России долгие годы, а сейчас пытается уничтожить народ Украины. Поэтому они преступники, злодеи, и нет им никакой пощады. И если у нас будет хоть малейшая возможность посчитаться с кем-то из них, мы, я думаю, будем действовать абсолютно четко, беспощадно и абсолютно без всякой жалости. Потому что они давным-давно уже заработали на смертную казнь. Они не заслужили гаагского трибунала. Обычно рассказывают, вот они попадут там в гаагу. Ну и что? Ну, падут они в гаагу, их там будут кормить, как на убой. Они не будут давать показания, будут рассказывать, что есть всеобщая декларация прав человека. И в соответствии с ней они могут хранить молчание сколько угодно, и ничего с ними не будет. Вот если они попадут нам в руки, я вас уверяю, никакого молчания они хранить не будут. Они расскажут все про все свои художества, про все художества западных политиков, которые помогали им, которые входят в международное организованное преступное сообщество, и которые до сих пор пытаются спасти Путина и его режим. Вячеслав Вячеславович, скажите, пожалуйста, насколько подобная цель, миссия даже осуществима, воплотима в жизнь, тем более до Нового года? Ну, я надеюсь, что осуществима. Причем, ну, поставил я эту задачу, и, в общем-то, Совет командиров поставил эту задачу еще в прошлый Новый год. И у нас, я не скрою, была, по крайней мере, одна попытка, она не увенчалась, к сожалению, успехом. Я, честно скажу, по совершенно такой тривиальной причине. То есть мы знали все, за два дня мы знали, где этот год будет. Мы могли все подвести, провести и прочее, но у нас просто за такой короткий промежуток времени мы не смогли доставить туда человека, который бы это все реализовал. И, в общем-то, мы проспали. И это очень печально. Мы как бы злимся друг на друга. И, в общем, когда понятно, что после пожара я одно место, насос. Но, вы знаете, в данном случае я вижу, что мы могли бы все реально сделать. Все было организовано правильно, кроме человека, которого в данном случае... То есть таких людей у нас достаточно много, но вот в данном месте такого человека мы не смогли найти, не смогли организоваться. И поэтому сейчас можно больше собрать людей, которые готовы в любое время, в любом месте. Вот именно так стоит сейчас задача. Вячеслав Вячеславович, расскажите тогда подробнее о вашей организации нашим зрителям. Ну, наша организация номер 35 в списке путинских террористических организаций. То есть там Аль-Каида, Талибан, там ИГИЛ и прочие. Вот за номером 35, номер 35 это террористическое сообщество, созданное Вячеславом Мальцевым, вернее так, созданное Мальцевым ВВ из числа, ну, то есть вашим покорным слугой, из числа сторонников экстремистского регионального движения «Артподготовка». Ну, то есть в начале «Артподготовка» была признана экстремистской, и, соответственно, те, кто там находились, экстремисты, а я создатель экстремистского сообщества. Потом террористической была признана «Артподготовка». Ну, и все организации, которые входят, это и АПМ, то есть Ассоциация партизан Мальцева, и Комитет по борьбе с Путиным, ну, и многие другие организации. То есть у нас не одна организация, достаточно много их, и они разнонаправлены. Хотя цель, собственно, одна и та же – уничтожение режима Путина. Поэтому вот удивительно только, что в списке террористических организаций всего три фамилии. Там есть, я говорю, Аль-Каида, ИГИЛ, Талибан, но фамилии всего три – Минин, Пожарский и Мальцев. Я не знаю, почему такая честь для меня. То есть там движение Минина и Пожарского они признали террористическим. Кстати, народное ополчение Минина и Пожарского по большей своей части пополнило наше движение. Мы не просто с ними сотрудничаем, это наши соратники, они с нами взаимодействуют, они очень хорошо партизанят. То есть у них колоссальная эффективность, просто колоссальная. Я могу сказать им большое спасибо. То есть это бывшие те, кто поддерживали Квачкова на определенном этапе, а сейчас они развернулись полностью и как бы не поддерживают ни одного из тех, кто… Вячеслав Вячеславович, вы с нами? Да. Да, к сожалению, связь прерывается, но сейчас вас слышно и видно. Вячеслав Вячеславович, скажите, пожалуйста, а на данном этапе, по имеющейся у вас информации, сколько из тех, кто непосредственно находится в окружении Путина, готовы идти с ним до конца? А сколько в процентном соотношении, допустим, готовы вовремя применить табакерку и шарф? Вы знаете, все будет зависеть от китайского товарища Сыдзенпина, поскольку он сейчас рулит в России, а не Путин. Скомандует он идти до конца, они пойдут до конца. Скомандует применить табакерку и шарф, они применят табакерку и шарф. Вы понимаете, они ищут выход, вернее так, они его искали, они его нашли. Большая часть нашла выход на Китай. И Сыдзенпин очень хорошо с ними, со всеми сотрудничает, они все стали агентами его влияния. Он лично беседовал с каждым, включая прокурора Краснова. То есть это и с Мишустиным, и с Валькой Матвиенко, и с Володиным. Ну, я там про Медведева с Путиным не говорю. То есть это все его люди, и они прекрасно понимают, что они работают на Китай. Вы понимаете, они все рабы государства. Все вот эти лица, они являются государственными рабами. Они случайно, благодаря какому-то случаю, вырвались в верхнюю власть, в верхние эшелоны. Но от этого они не стали меньшими рабами. И поэтому они рабы силы. Они смотрят на Китай, они видят, что это очень серьезное государство, что это реальная сила. И они преклоняются. Конечно же, они будут служить Сыдзенпином. И, конечно же, они полностью сдадут Россию Китаю. Вячеслав Вячеславович, спасибо за то, что присоединялись к нашему эфиру, за вашу информацию. Вячеслав Мальцев, российский политик, председатель Всенародного комитета по борьбе с Путиным. Спасибо. Я прошу прощения, что время перепутал, поэтому в дороге все это произошло. Смерть тиранам, власть народу, слава Украине. Спасибо большое. Всего доброго.